Мы вошли в здание галереи Академии во Флоренции. Это старейшая Академия искусств. Сегодня она является основной достопримечательностью Флоренции. Посмотрите, как много людей. Длинные очереди на улице, чтобы попасть внутрь. Их можно понять, ведь здесь находится статуя Давида, работы Микеланджело, которая неописуемо красива. Эта скульптура нередко рассматривается как ярчайший образец искусства Высокого Возрождения. Вспомним историю, послужившую сюжетом для этой скульптуры. Это ветхозаветная история. В ней говорится о юноше по имени Давид. Он оказался достаточно храбр, чтобы принять вызов врага, ужасного великана Голиафа, с которым побоялись сразиться даже зрелые войны. А Давид сделал это без доспехов. Он выступил против Голиафа от имени израильтян и одолел его с Божьей помощью. А также используя прощу и камень, конечно. Как видим, эту прощу он держит в левой руке, а камень — в правой. Хотя Библия говорит, что Давид сражался с Голиафом без доспехов, нигде не сказано, что он был полностью обнажён. Поза этой фигуры считается классическим примером контрапоста. Мы видим, основной вес тела приходится на правую ногу. Левая нога в свободном положении, а всё тело выражает нечто более сложное и более характерное. Большая часть тела ещё расслаблена. Мышцы правой руки только начинают напрягаться, а глаза смотрят влево и вперёд. Его тело, как мне кажется, вот-вот повернётся вслед за движением головы. Создаётся ощущение, что Давид увидел своего врага, и его тело начинает напрягаться. Он готовится сойтись с Голиафом. Нельзя не заметить, насколько выдающееся знание человеческого тела, динамики его движений, особенности работы мышц и скелета демонстрирует Микеланджело. Он создал образ безупречной красоты. Микеланджело проводил анатомические исследования человеческого тела и хорошо понимал его внутреннее строение. Это замечательное наблюдение. Ещё незадолго до этого в Западной Европе не имели представления о функционировании человеческого тела. В XXI веке понимание механики человеческого тела считается само собой разумеющимся. Словом, такой анализ строения тела можно считать поистине выдающимся достижением. Эта скульптура говорит о потенциале и возможностях. Это идеализированное тело, но в каком-то смысле оно позволяет и нам видеть себя в этой героической роли. Эта статуя почти в три раза выше человеческого роста. Неудивительно, что Микеланджело потом называли «Эль Дивино», «Божественный». Важно помнить, что он был не очень известным скульптором в то время. Он был ещё молод. Да, очень молод. До этого у него был один крупный заказ Пьета. Затем он принимается за сложнейшую работу, которая привлечёт к нему всеобщее внимание. Он получил заказ от городских властей Флоренции в 1501 году. Первоначально статую планировали установить на одной из высоких трибун на уровне крыши Санта-Мария-дель-Фьора, Кафедрального собора Флоренции. Она должна была находиться на большой высоте и расстоянии от зрителя. Когда же Микеланджело показал результаты три года спустя, заказчики, городские власти Флоренции, были потрясены невероятной красотой скульптуры, поэтому решили не устанавливать её так высоко. В итоге скульптуру поместили на площади возле Палаца Синьории перед зданием правительства Флоренции. И не только из-за необычайной красоты скульптуры, а ещё потому, что историю Давида соотносили с историей Флоренции. Она была символом Флорентийской республики, антиподом тирании. Это был особый период в истории Флоренции. Род Медичи к тому времени сосредоточил в своих руках большую власть и во многом добился неспровержения республиканских идеалов города. Это был короткий период возрождения демократических идеалов. Поза этой фигуры несколько напоминает античное изображение Геркулеса, который тоже был давним символом Флоренции. Мы видим, что с этой скульптурой связан целый ряд символов. Создав колоссальную обнажённую мужскую фигуру, заметно превышающую натуральную величину, Микеланджело не просто взял за образец скульптуры Древней Греции и Рима, но и значительно превзошёл их по уровню мастерства, показывая этим, что сама Флоренция тоже превосходит эти государства. Известно, что Флоренция рассматривала себя в качестве новых Афин или Нового Рима. Важной составляющей мифологии Флоренции было предание о том, что город основали древние римляне. Это было частью их самовосприятия, так что всё это имеет смысл. Логично, что правительством Флоренции, Сеньории, было решено установить эту скульптуру возле Палаццо Векью перед зданием правительства. Как яркий символ. Был создан специальный транспортный механизм для доставки статуи к Палаццо Сеньории. С помощью 14 промасленных брёвен 40 человек сумели докатить её… За несколько дней. …из мастерской до Палаццо. Они не захотели водружать её на здание собора. Им хотелось видеть её ближе. Они восхищались ей. Город влюбился в неё. И увидел в ней самый яркий из всех возможных символов восстановленной республики.